Девушки отдыхают 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 пьески «Золотой цыпленок». Я думаю, что ее ставят в свое время. Эта пьеса давнишняя, ей лет 30. Ее в свое время ставили, по-моему, в каждом театре, начиная с кукольного до драматического. Настолько она интересна. Сюжеты я могу, конечно, рассказать, а лучше расскажет может быть исполнительница Чернобурка роли Лисы. Но я вот как-то это, в общем, практически мюзикл. Там очень много поют, поют живьем. Написал эту пьеску, текст мюзикла Игорь Миногин. Я его хорошо знаю. Он артист, пишущий артист из одного из Челябинских театров. А музыку написал московский композитор Владимир Брус. Это про то, как папа вдруг стал настоящим папой. Там даже есть такая... На работе пропадал? Попадал на работе, да. Где только папа не пропадает. Волк такой, волк-риса и цыпленок, главные действующие лица. И вдруг, понятно, папа-мама и ребенок. И вдруг папа осознал, что он настоящий папой. Там есть даже такие слова, песенки. Самая лучшая мама на свете, это, конечно, мой папа родной. Лучшая рыба, это колбаса. Тема очень хорошая. Атуальная тема, я бы сказала. Как папа стал настоящим папой, это очень важная тема. И тут надо сразу отметить, что хорошо бы, чтобы на этот спектакль, на этот мюзикл... Семейный просмотр. Да, вся семья приходила. Не то, что папа сказал, ну, идите там с детьми, сходите куда-то, а вместе с ребенком. Это настолько невероятная история, что у нас это дело происходит в цирке. Как бы вот представим себе, что это клоуны разыгрывают такую историю. Вот клоун-волк, клоун-лиса и клоун-цыпленок. Там еще есть две персонажа-сороки, которые носят на хвосте разные новости. Вот такое вот количество персонажей и действий происходит у нас в цирке. Ее в цирке только потому, что это невероятное событие. Папа когда стал папой. Точно. Ну, там я вот сейчас читаю в Википедии, если это та пьеса, о которой мы говорим, так там практически настоящий детектив. Там ведь Лиса и Волк, Лиса и Волк, они решили стать родителями. И они яичко-то вот это цыплячье, они украли у дедушки с бабушкой. Да, золотое. Да, а потом решили, что вот надо... Высидеть, высидеть решить, да. Ноль плюс ограничено. Лена, это неподъемная вещь. Мне кажется, задача у них была не украсть, а именно стать родителями, да. И вот... Не знаю, вот Лена сейчас хитро. Они хотели стать богатыми, а там и должна была вылупиться золотая курочка. Которая несет золотые яйца. Да, которая несет золотые яйца. И они разбогатели бы. И вдруг... Да, вот была задача. Да, вдруг папа... Я думаю, что лиса задумала. Лиса, лиса, конечно, лиса. И папа-волк. Папа-волк, да, высиживая... А высиживал папа? Да, высиживал папа. Отлично. Хитрая лиса уже. Хитрая лиса. Вот. Ну, вот мы как-то так неожиданно и сюжет рассказали. Я хочу сказать, что... А не надо было, прости? Нет, нет, нет. Надо, надо, конечно. Интернет рассказал. Прежде всего, это спектакль, наверное, сказка о любви. Вот. О добре. Да. Вот. Да, они хотели, конечно, обогатиться изначально. Но потом поняли, что, ну, не все покупается. И все, как бы... Самое главное богатство — это отношения, это любовь. Вот. Ну, вот нам насколько удалось это показать в спектакле. А волк с лисой, простите, любили друг друга до этого события? Конечно. Они полюбили в процессе. Они друг без друга не могли жить, да. Да. Лиса — мозг, а сила — волк. Там у лисы есть такая ария, когда она понимает, его, наверное, собаки разорвали, что же я буду делать. Это же все. Волка, которого она послала. Останусь я без друга. Да. Ну, потом... Сначала послала, потом подумала. Да, потом подумала, да. Как это бывает часто, да. Да, правда. Так что... Иди, милый, работай, 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 зарабатывай деньги, а потом как же без тебя жить-то буду? Ты что, пропадаешь где-то на работе? Ну, вот смотрите, в интернете... Вот я слежу все еще, да, вот за вашим рассказом, прямо вот смотрю. В интернете не говорится, чем заканчивается эта история, вот, но там, я смотрю, у лисы были коварные планы на цыпленка. Да. Были коварные планы. Ну, вот не знаю, осуществились или нет, давайте интригу оставим. Давайте оставим. Давайте оставим интригу. Подождите, я правильно понимаю, я правильно понимаю, что Валентин... Валентин в спектакле «Чудо-папа» не задействован. Не задействован. Валентин задействован в другом спектакле, карнавальное... Я и смотрю, что тут волк-то... Во-первых, я... Ну, он мог бы хорошим быть цыпленком, хорошим быть волком. Ну, видите, так распорядилось время пока. Валентина надо представить, это вот, пользуясь случаем, это молодой артист, который у нас с сентября работает, мы его упоминали в связи со спектаклем «Змея золотая», там он, мне кажется, очень замечательно справился с ролью. Вот. И я представляю его, вот Валентин Бузанаков, у нас с сентября месяца, молодой артист, который в позапрошлом году закончил театральное Екатеринбургское училище у мастера. Вы из Екатеринбурга, вы с Урала? Да. Понятно. А вот, и вот у нас с сентября месяца работает. Вот, пожалуйста. И история, в которой сейчас задействован Валентин? Это концерт, карнавальная дочь. Да, это концерт, карнавальная ночь, мы там поём. В общем, не буду рассказывать сюжет. Ну, кстати, артисты драмтеатра прекрасно пели на открытии года театра. Великолепный хор состоялся. Да, очень хорошо. Я хочу сказать, что у нас, в отличие от других театров, от других трупп, как правило, там пара-тройка человек поющих, но у нас очень большое количество поющих людей в труппе. Это как бы не только моё мнение, а ещё людей, которые как бы из других театров, что это дорого стоит. Да, я серьёзно думаю о большом мюзикле, чтобы мюзикл сделать. Слушайте, это будет здорово. По-моему, в Кирове ещё ничего такого прямо в широком таком формате не делали. Худрук оценил возможности своих актёров и решил по полной их использовать. А потом мы это делаем с желанием. Нам нравится петь, и в этом жанре очень интересно работать. Тяжело, но интересно. Вот сейчас у нас детская сказка фактически мюзикл. Это очень много пе поют. Кстати, надо сказать, что Чудо-папа 0+, имеет маркировку. Я говорила. Да, вот я ещё раз. Я потому что Роскомнадзор очень люблю. От трёх до ста трёх. Я должна ему, как всегда, комплиментов наговорить много. Всё правильно, да. Итак, мы сейчас презентовали два таких якорных мероприятия. Про концерт поподробнее сейчас после перерыва поговорим. Но Чудо-папа и карнавальная ночь. Давайте скажем, что премьера Чудо-папы будет 25 декабря. Это вот буквально тут, совсем скоро. На следующей неделе, во вторник. Да, да. А когда будет концерт? 26-го. А 26-го концерт. Прервился на полминуты и про концерт поподробнее поговорим. У нас не оставляет в покое сказка про цыплёнка, волка и лису. Но мы не будем рассказывать, чем всё закончится. Мы не будем рассказывать, но пытливый слушатель зайдёт в интернет и почитает. Там сумасшедшая совершенно, действительно, не только... Детективные истории. Там и мелодрама. Всё. Там и драма. Там всё есть. Ел, на самом деле, можно и снимать. Там всё есть. Хорошо. Сейчас мы всё-таки перейдём к концерту «Карнавальная ночь» и предоставим слово артисту кировской драмы Валентину Базанакову. Валентин, рассказывайте, как вы себе представляете этот концерт, где ваше место, где ваша роль. Я считаю, что очень хороший концерт, потому что он вокальный. Ну, то есть нормальный новогодний концерт с песнями, с какими-то номерами вставными из тех же артистов, которые участвуют в этом концерте. Они не уходят со сцены. Не уходят со сцены. Вот. И такой полусвободный жанр, так скажем. То есть, как сказать-то, самая лучшая импровизация, это хорошо подготовленная импровизация, конечно же. Капустник такой? Нет, нет, нет. Ни в коем случае не капустник. У меня почему-то это сразу всплывает. Новогодние капустники же очень распространённая история вот в театрах. Правда, я не знаю. Нет, это не капустник. Это хорошо подготовленный концерт с моментами, где ты можешь себя... Мы достаточно свободно там существуем, поём, перемещаемся, посидели за одним столиком, переместились, пообщались с коллегами. Ну, то есть, как бы это... Такое свободное... Давайте мы всё-таки вот опишем. Это на сцене. Мы структурируем сейчас. На сцене. Будет несколько столов. Да, как кафе вроде как. Как кафе. Евгений Юрьевич, рассказывайте. Как вы это всё задумали? Значит, во-первых, название говорящее. Я думаю, что уже и даже сейчас поколение нынешнее знает, что такое «Карнавальная ночь». И помнит молодую Людмилу Гурченко. Это такой уж знак новогоднего кино. С него, как я изучал, началось вообще как бы правило или традиция делать к Новому году какие-то кино специально. Вот там «Зигзаг удачи» потом появился. Появилась там наша ирония судьбы знаменитая, которая уж там не то, что до дыр засмотрена, да, засмотрена, пересмотрена. И поэтому всё связано вот с чем. Идея вот откуда возникла. Потому что я когда... Я же человек совсем новый всё-таки в Кирове. Я там 10 месяцев это не много совсем для этой работы. Значит, меня потрясла одна традиция такая кировская. Ей говорят, там, кто-то в оценках разное, там, 40 лет, 50, или кто-то говорит, 70 лет этой традиции. Когда в драмтеатре происходит концерт или лёгкого жанра спектакль однахтный, и после этого танцы в фойе. И билеты в лёд уходят. И народ это потому, что пользуется большой популярностью. Для меня это было огромное открытие. Я такого не встречал. Ни в одном городе. Такой традиции. И этой традиции много лет это из уст в уста, из рук в руки передаётся от бабушек к внукам. Бабушки танцевали, потом дети танцевали, потом внуки становятся бабушками, танцуют, приходят и так далее со своими. Поэтому танцуют и смотрят предварительно вот такой вот спектакль или концерт. В прошлом году у нас был Мольер «Лекарь по неволе однократный спектакль», комедия. Вот в этом году я подумал вот о чём. «Карнавальная ночь» не просто возникла, что это, в общем, конечно же, учитывая ту публику, которая это любит прежде всего, это старшее поколение, тут упор идёт на ретро-песни такие, старые песни, начиная с «Карнавальной ночи». Пять минут это обязательно, это просто без неё никак, без хорошего настроения никак и так далее. Это песенки вот оттуда все. А артисты с удовольствием это делают, с удовольствием поют, и я думаю, что это будет пользоваться серьёзным успехом. Ну, вы понимаете, мы, конечно, серьёзное радио, но любим попсу, простите, хорошую, и поэтому попсовое абсолютно предложение, но я считаю, что очень душевное, и я, конечно, хочу обратиться к участникам этого концерта, к Валентину с Еленой, чтобы вы... Да, конечно. Прямо сейчас пять минут. Да? Пять минут, пять минут. Можно ведь? Да, ведь? Мы же вольно себя чувствуем в этой студии. А если люди слов не помнят, Светлана? Ну, как это? Ну, вдруг. Ну, как это? Евгений Юрьевич. А вот они, пускай, поют те песенки, которые они поют в концерте. Да, можно? Чуть-чуть, вот буквально. Что поёте? Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денёк, вы в глаза друг к другу посмотрите лучше. В общем, дальше не помню. Не пускай вам выломлётся какой-то барьёк. Вы меня застали врасплохой какие-то на концерте. Покраснела, Лена. Хорошо. Валентин надо поддержать. По переулкам ходит лето, солнце льётся прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь. Ты, ты в журналах увидала королеву красоты. Прекрасно. Ура. Евгений Сюткин пел это, перепевал это. Валя просто потрясающе её поёт. Класс. У него такой... Баритоном открылся. Да, у него тембр очень... Я вижу, что он придерживал сейчас голос. Просто да. Кстати, надо сказать вам по поводу... Сейчас про переулок запел, Валя, и я вспомнила, что вот мы говорим про то, что поколения сменяются, и люди там приходят, танцуют и так далее. Недавно эту песню по переулкам ходит лето и про глянцевые журналы запела моя дочь, которая ещё 13 не исполнилась. Понимаете? Я так подумала... С удовлетворением подумала, мама, класс, сохраняется эта история, её цепляет эта песня. Светлана, а ты помнишь фильм «Стиляги», да? И каким успехом он пользовался не у наших родителей, для которых это может быть время какое-то, вот их молодости, и у кого-то, может, даже этой бабушки с дедушкой уже, а у молодёжи возвращается это всё. Так, вот всё-таки, чтобы закрыть, завершить вот этот наш этап про «Карнавальную ночь», то есть столики на сцене, артисты просто в новогодних получается каких-то... В праздничных костюмах, да, современных, правда. И поёт песни. То есть фактически это такая вот, ну, отсыл, да, вот к тому фильму «Карнавальная ночь» 56-го, по-моему. 56-го, правильно. Но качнуть-то зал ведь есть задача, чтобы зал подпевал. Да, 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 это главная задача, чтобы... Там есть одна песенка, которую мы сознательно вот к ней прийти и запеть её хором. Очень хочется, чтобы запеют. Я просто, когда заговорили про танцы, я поняла, что и про караоке тоже нужно заговорить. Это такой, кстати, спектакль караоке вполне. То есть ты приходишь в зал, можешь чувствовать себя свободно как артист на сцене и подпевать. Да, да, да. Это очень хорошо, потому что в нашей ментальности мы приходим в... В Вятской пока что ещё. Мы приходим в зал, сели скромненько, ручки накаливали. А это везде и сюда так, да. И внимательно слушаем, как в Советском Союзе на партийном собрании. Нет. Театр — это место, где человек может стать участником процесса и должен стать участником процесса. Не только переосмысливать, но и радоваться тоже вот прямо в этот момент, в этом месте. Абсолютно так. Наши истории. Ну вот не везде. Это если вот концерты такого формата, да, но когда на спектакле мы это понимаем. Не, ну да, это правила игры задаются, жанр задаётся. Изначально у нас первые слова, которые артисты произносят — подпевайте. Когда хочется, подпевайте. Это очень круто. Это вот хорошая традиция. Это новое, это начало новой хорошей традиции. А танцы-то будут в конце. Обязательно. В фойе без этого никуда. Что вы. 26 декабря, среда следующей недели, если мне память не изменяет, с 18 часов, да? С 18 часов. Будет ли это повторяться? Билеты все? Да, да, да. Раскуплены уже. Каждый вечер, включая 30-е число, и после Нового года. То есть программа в течение недели. То есть можно не только 26-го попасть. Да, 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 да. 27-е, 28-е, 29-е, 30-е. Каждый день. К вам еще можно попасть? Можно, можно, приходите. Приходите, подпевайте. 31-го вы не работаете. Нет? 31-го нет пока. 31-го не работаете. Нет пока. Как это пока? Если у вас оба букин, то, может быть, выведут вас на работу экстра. Да, слушайте, это хорошая история, правда, клевая, потому что буквально мы там, например, вчера разговаривали, к нам приходили в другую программу в разворотный бизнес рестораторы, и мы говорили про то, как провести Новый год в том числе, и понимали, что у людей есть запрос на новые форматы, и есть запрос на выход из дома, и какие-то совместные глобальные мероприятия. Да, 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 да. Это заметно по людям, которые очень пользуются успехом, я знаю, и в других городах, вот это празднование Нового года, в других местах. Я, например, уже третий год праздную Новый год в бане. Прямо там. Прямо там. Интересный формат. У меня в этом году была безумная мысль, всё-таки я давно хочу осуществить, но всё не получается. Я хотела сесть вечером 31 декабря в поезд и встретить Новый год в поезде. У меня такое было уже, я уже побывал там. То есть у вас уже пройденный этап. Некоторые в самолётах встречают, между прочим. Тоже удобно. Над океаном. Надо как-нибудь попробовать. Хорошо. Нравится. Так. Итоги сезона. О, итоги этого года, простите, сезон. Да-да-да. Тут надо, можно задать короткий вопрос и дать короткий ответ, а потом его развернуть. Вы, Евгений Юрьевич, к нам неоднократно уже приходили, переходили в течение этого года, и мы так тихонечко-тихонечко, как это обычно бывает, даём человеку освоиться, так нащупывали, а вы так аккуратно рассказывали, как вы будете, что у вас какие мысли. Последняя новость у нас была, по-моему, даже вчера или позавчера, что больше будет классических спектаклей. Значит, в театре мы так вот тоже освещаем вашу работу. Простой вопрос. Вы довольны? Да, по большому счёту. По большому счёту. Конечно, полностью довольным быть невозможно. Хотелось бы здесь, что-то было бы по-другому, там по-другому, там можно было иначе. Это, естественно, всегда. Но в целом, грех жаловаться. Конечно, я доволен, потому что много сделано, по крайней мере, я говорю о том периоде, в котором я существую, работаю в городе Кирове, в Кировском театре. Ну, с 11 февраля этого года. Вот. А 10, я не знаю. Ну, почти 10. Почти 10. 9. Да. Или 8. А, нет, подождите, я путаю, уже больше 10 месяцев. Да. Это не важно. Вот. И я... Почти год. Как-то наворочили много всего хорошего. Вот. А следующий вопрос к Елене. Елена Юрьевна, сколько лет вы работаете в нашем театре? 12 сезон. 12 сезон. Сменилось достаточно много худруков, режиссёры разные были и прочее. Мы следили за вашей жизнью, как у вас всё происходило, какие спектакли ставились, какие споры возникались, какие поиски происходили и прочее. И нам звонили, конечно, наши слушатели, тоже высказывали своё мнение. Одни хотели, чтобы вернули, значит, побольше комедии, другие говорили, не отдайте нам концептуальные новые формы. И вы пробовали и то, и другое, и третье, и десятое. На самом деле должно быть всё. И то, и другое, и третье. Вот я об этом хотела сказать. Я думаю, что репертуарный театр на то репертуарный. Он должен удовлетворять максимальное количество слоёв населения и так далее. И вот. Вы тоже согласны с главным? Я абсолютно согласна, потому что эксперимент, он всегда интересен. Понятно, что должно быть всё. И классика, и комедия, и какие-то экспериментальные спектакли. Потому что, ну, вот, мне кажется, артисту интересно попробовать как можно больше каких-то вот разноплановых вещей. Вот сейчас, например, мы столкнулись с музыкальным спектаклем. Да, у нас были музыкальные спектакли, там, «Дядя Шкинсон», «Ханумада». Но я, например, никогда не работала в жанре «Клаунады». Мне это интересно стало. Кто-то скажет, что такое вообще? Давайте нам традиционную сказку. Ну, это скучно. И поэтому я считаю, что чем разнообразнее и разноплановый репертуар и постановки будут, это будет интересно, и к нам будут идти люди разных возрастов. Вот про к нам будут идти? Или потому что была задача, я помню, несколько лет назад. Я не знаю, с чем это было связано, уже или я не помню, уже с чем это было связано. Очень много мы здесь, в том числе, и говорили с представителями театров, что как-то произошла, вот происходит смена поколений и какое-то как в демографическое яму вот у нас сейчас, которое происходит, да, люди рождённые в 90-е и прочее. И тогда искали и думали, как же привлечь, может быть, вот как раз экспериментальные формы, новые и ещё что-то. Вы чувствуете сейчас, вот я, наверное, пока что ещё не к Валентину, но вот чувствуете сейчас, что вот народ как-то там выдохнул и снова пошёл в театр, и чувствуется там комфортно, и вот эти формы, которые вы предлагаете, удовлетворяют их запросам. Меня спрашиваете. По ощущениям. Меня спрашиваете. Нет, я хочу, чтобы... Вот, вы знаете, мне, честно говоря, сложно сказать. Мы же... 12-летний опыт, вот взгляните так вот сверху. Может быть, я ошибаюсь, и не было никаких вот таких вот таких вот моментов сложных. Почему? Сложные, а как без сложных моментов? Они присутствуют всегда. Не может быть всё гладко и хорошо. Вот я просто про публику сейчас хочу. Вот, публика, но она постоянно разная. Кто-то уходит, кто-то приходит, и это нормально. Кто сейчас ходит в драмтеатр, вот в этом году? Кого вы видите? Вы видите за софитами? Вижу, вижу. Ну, я, наверное, могу ошибаться, но я чаще стала видеть людей среднего поколения. Это, кстати говоря, вот та самая категория, которая вываливалась, мне так кажется. Вот они, я вижу их, да. Классику людей старшего возраста. Молодёжь, я вижу, например, спектакль у нас «Тихий шорох уходящих шагов». Я вижу молодёжь, потому что это малая сцена, они близко очень... Любят такие хорохи. Да, вот. А вот что касается спектаклей на большой сцене, ну, вот это вот среднее... Это классно, потому что среднее поколение, оно формирует и повестку, и бюджет, что очень важно, тоже формирует, правда, потому что самая половоплательная способная. мы любому зрителю рады. Это-то понятно. Поэтому чем больше будет зрителей молодых, средних, пожилых, тем лучше будет. Ну вот здесь это очень важная на самом деле вещь, Евгений Юрьевич, мы после перерыва, который прямо вот сейчас уже грядёт, поговорим о деньгах, которые мы ожидаем, что придёт драмтеатр в связи с годом театра и 650-летием Кирова. Это очень важно, потому что публика, мы её, конечно, все любим, но надо понимать, что залы должны быть заполнены, при пустом зале не может существовать театр. Не может. А у публики есть запрос на комфорт? А у публики не знаю даже, какой сейчас запрос. Вот я про этот запрос публики, вот почему я так подводила несколькими вопросами к этой истории, потому что, правда, мы-то знаем, что был некий вот такой вот, была какая-то такая яма, когда непонятно было, кто придёт, как придёт, приходит ли, экономит ли или не нравится репертуар. Много вопросов возникало. И почему бы рассказала, довольны ли вы не только актёрами, не только своей работой, довольны ли вы, как наполняется зал, видите ли вы, что пришло это ядро. Ну, сейчас у нас реклама, через полторы минуты прошу вас ответить. Новые спектакли в Кировской драме, планы на год театра, планы на Новый год. Очень много чего хочется ещё спросить. И мы разговариваем с нашими гостями, любимыми нашими друзьями, Евгением Ланцовым, художественным руководителем Кировского драматического театра, Еленой Шевелёвой, артисткой Кировского драм-театра, Валентин Бузанаков. Ну, нельзя сказать, что любимый прямо наш, потому что мы ещё только познакомились. Да, но мы надеемся очень на взаимную любовь. Валентин Бузанаков, артист Кировской драмы, молодёй артист, только что практически пришёл в драм-театр, да, этой осенью. Надо сказать, что у нас тут рядышком, вот не за круглым столом, но рядышком на стульчике сидит Нина Тадыбаева, заведующая литературной частью Кировского драматического театра. Она думала, что я не скажу про неё, а я скажу обязательно. Потому что Нина, это наша вот ниточка красная, которая нас связывает с драм-театром, которая нам, они даёт засыпать, которая нам рассказывает, что происходит в театре, какие будут постановки, какие у них там будут мероприятия. Она приносит вам, слушатели, билеты, которые мы разыгрываем в культпоходе и даёт вам возможность бесплатно посетить любые спектакли, драм-театры. Я знаю, что наши слушатели с удовольствием их выигрывают. Нина, спасибо большое. Завлит, всё верно? Да. Спасибо большое. Так, мы хотим тоже к серьёзным таким вопросам перейти. Ну, во-первых, мы уже говорили, мы уже говорили с Аней в самом начале про год театра и финансирование, которое будет поступать по большим федеральным программам в регионы. В связи и с годом театра, а в Кировской области ещё в связи с юбилеем нашего города. Драм-театр и цирк это два объекта, которые Васильев, губернатор Кировской области, называл здесь в нашем эфире. И я знаю, что, конечно, драм-театр давно требует реконструкции. Сколько Вы говорили, Евгений Юрьевич? 40 лет? Да, 40, даже больше. Не реконструировался. Вообще никак. Да, была последняя реконструкция. Вот зрители, может быть, не видят. Те, кто не попадает в служебное помещение, может быть, не видят, потому что всё равно стараются публичные пространства держать как-то поддержку. Даже по публичному пространству видно. Но даже там, вы говорите, видно. Да, что требует ремонта. Это работа, это работа, вот когда Василий сказал, значит, мне кажется, уже будет. Да, я думаю, да. Иначе бы он прям сказал все театры. Он сказал два объекта. Что требуется, Вы же составляли заявки. Да, да. И сейчас идёт работа документации, это будет серьёзный капитальный ремонт, он будет делаться в несколько этапов, в три как минимум этапа. Это значит три года. Да, да. До юбилея. К юбилею области города это должно быть закончено к 24-му году. Поэтому у нас впереди четыре года, если так, значит, за три года должно быть закончено. Значит, начнётся в следующем году, первый. С чего начать, сейчас решается. Вопрос как раз решается. Работа на документации активно идёт. И если всё случится хорошо, спасибо губернатору, потому что занимается Игорь Владимирович, по-моему, очень серьёзно этим делом. С лета должно начаться вот первый этап следующего года. Слушайте, ну вот, знаете, попросить надо побольше, чтобы дать всё равно поменьше, но попросить надо побольше. Вы что вносите в заявки? Что требуют ремонты в первую, вторую, десятую, любую очередь? Я понимаю, что всё, но тем не менее, вот что хотелось бы видеть в театре? Во-первых, это сценическое оборудование, сцена, зал, это первое, это самое главное. Сцена современная. Укомплектовать в связи с требованиями времени? Да, и свет, и механика, и кресло в зале, потолок, люстры, всё это, в общем, должно быть современным, да, ну не теряя уникальный, уникальный, да, уникальный, нет, ну, я же обоим, про реконструкцию, обновление, об этом речь идёт, а не замена. Реконструкция всё-таки это, потому историческое здание, конечно, оно, по-моему, уникальное здание, редко, я вот такого амфитеатра, не помню, где я видел, вот такого вот амфитеатра, как в Кировском театре, вот, потом всё-таки это звук, со сцены всегда проблема у нас, да, 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 ну, в общем, всё оборудование сцены, оно требует серьёзной реконструкции, но и фойе театра, и фасад театра, потому что всё-таки по моим изучениям, опыту, и я могу ссылаться на очень серьёзные исследования, большая часть зрителя, она любит этот комфорт, да, комфорт, красоту, приходя в здание с колоннами, что было фойе, был буфет, чтобы это было красиво, красивое кресло. — Называется атмосфера. — Атмосфера, да. Вот, поэтому и... ну, это такой театр, как бы, это императорский, да, имперский, так построен, так придуман, это главный театр, как бы, в центре города стоит, поэтому он должен быть на уровне, он должен соответствовать. — Ну, знаете, какая ещё история, вот очень часто видишь, особенно это распространено, конечно, на Западе, сгнивающим, но, тем не менее, они при реконструкции, и в том числе, там, начиная театр, заканчивая церквями, они вносят элементы современные, например, они учитывают, что необходимо оборудовать, например, какие-нибудь небольшие конференц-залы для разных там мероприятий, чтобы приходили, ещё и этим наполнялся, для мастер-классов, для студий, ну, какие-то такие современные истории, то есть внешний вид остаётся в целом прежним, внутреннее наполнение перестраиваться, вот, и судя по вашим словам, Евгений Юрьевич, вы хотите сохранить всё, что было, и какая-то современная нота не придёт, или придёт? Обязательно, должно быть, это, ну, если мы говорим о современном оборудовании сцены, то и всё остальное тоже должно быть соответствовать, причём, вы говорите о Западе, а я бы сошлюсь на здание МХАТа, как он был придуман, да, в России, там всё это было, то, о чём вы говорите, на тот момент это было по последнему слову техники, строил, как известно, Морозов, который, да, миллионер, миллиардер, да, российский, который строил для МХАТа, и там это всё было, и конференц-зал, и для мастер-классов, и так далее, но было предусмотрено, это было здание, построено по последнему слову техники, поэтому тут можно ссылаться на Запад, а можно говорить о собственном нашем опыте, что, в общем, равноценно, это обязательно, потому что, если реконструкция, она должна быть, ну, соответствовать времени, не, ну, вот, ну, оно же не противоречит, сохраняя хитиктуру, да, по-моему, мне совершенно не противоречит, но, я пытаюсь доказывать, но тут вопрос, в общем, и финансирования, и в задачах всё-таки, есть задача, переформатировать, или нет задачи, есть. Про спектакли, та же история с финансированием, годом театра, финансированием, юбилеем нашим и прочее, тоже говорилось о том, что будут выделены деньги на новые постановки, и будут выделены средства на гастроли наших театров, на гастрольные поездки, и на организацию, как я понимаю, приезда к нам сюда, каких-то коллективов. Большие гастроли. Можем ли мы что-то сейчас анонсировать? Ну, можно, да, сказать о том, может быть, немножко рано, потому что там на 99% вопрос решённый, но 5% остаётся. Ну, договорённости ещё идут, да. Нет, договорённости, там Москва должна подтвердить, федеральный центр, большие гастроли, так называется, эта организация, которая выделяет деньги. Я вот, что это занимался, этими гастролями, договорённости, у нас есть уже договора подписаны, только осталось получить подтверждение от Москвы, вот мы поедем в 2 города по кольцу, и 2 города будут переезжать к нам в июне месяце. Это Тольятти и Уфа. А вот Киров, Тольятти и Уфа, вот по кольцу мы проедем в июне месяце. Вот такие гастроли уже заделаны. Вы к ним, а не к нам? Да, да, одновременно. Одновременно идёт по кольцу вот 3 театра. Всё понятно, я поняла, что вы имеете в виду, то есть вы перемещаетесь вот так вот по кольцу. Был ещё там пара городов, но они как-то вот нас слетели по техническим причинам. То есть должна была быть 5 театров вот так поехать. 3-4 дня. Так, это гастроли, а постановки? А постановки у нас следующий год, в общем, под знаком классики будет проходить. Вот мы в феврале у нас планируется та самая Лисистрата, которая должна была быть ещё в октябре, но по техническим причинам отложилась немножечко. Да, вот именно на эту постановку спасибо губернатору, он выделил деньги лично в распоряжении вот на то, чтобы поставить эту Лисистрату. Поэтому Игоря Владимировичу надо сказать обязательно спасибо. Охрекается ему там в течение этого часа однократно. Ну а вот видите, ну если вот... Ну ладно, по-хорошему. Есть за что. Потом у нас в мае мы планируем выпустить «Вишневый сад» Антона Павловича, нашего любимого Чехова. Куда без него. Вот. И осенью Пушкин «Метель» мы планируем. Вот это основные, классические, но будут другие постановки, но вот основа это классика. Слушайте, а «Метель» это хорошая история, то есть это вот привлечет ведь и школьников еще вместе с родителями. Я, насколько понимаю, раньше, по крайней мере, у нас это было. То есть нам рекомендовали... Это будет в нашей программе семейных посещений. Нам рекомендовали обязательно ходить в театры, да, на постановки. Да, на постановке, конечно. В общем, 12 страничек всего. Надо будет разобрать вместе с детьми в нашей программе «Открывашка метель». Да, да. Я вас приглашаю. Обязательно. Да? Спасибо. К сожалению, время наше заканчивается. Да, всегда. Вот интересно так, что не замечаешь, как бегут часы. Прощаемся с нашими гостями. Благодарим Евгений Ланцов. Мы говорим «До свидания». Да, да. Мы говорим «До свидания». Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драмтеатра, Елена Шевелева, артистка Кировского драматического театра, исполнительница роли Лисы в спектакле «Чудо-папа», премьера которого в следующий вторник, 25 числа, и Валентин Бузанаков, артист кировской драмы, занятый в концерте, поет драматически. Все поют, я так понимаю. Карнавальная ночь. У меня есть ощущение, что Евгений Юрьевич тоже выйдет и споет на этом мероприятии. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok